Добро пожаловать на второй выпуск подкаста Machine Grounds. Сегодня у нас в гостях Мэтт Томато. Привет! Что можно о нем рассказать в рамках представления? Файтит, как минимум, ну, файтит. Файтит он с 90-х, как и все. Начинал с Mortal Kombat на Sega, но с конца 2004 года ушел в серьезной и уже в 2007-м был серебряным, двойным серебряным призером МФА по гиггер слэшу, продолжил, ну, вполне нормальное шествие по раннему аксинкору, потом переключился больше на стритфейтер, сейчас больше стритфайтер. Такой файтерский карьер. Так что, даже если вы начинаете с Mortal Kombat, у вас есть куда развиваться, не обязательно отчаиваться и так и играть в Mortal Kombat всю жизнь. Ну, я не с Mortal Kombat начинал, я начинал с этого файтинга, где ты за маленького чувака против, чувака с палкой, тын-ды-дын-дын-дын-дын-дын. Точно, это же Yu-Ari in Kung Fu. Да, как он назывался, не помню. Вот это так и назывался. Yu-Ari in Kung Fu. Да ладно. Да. Там даже Versus режимов, да? Только как он против компа. Да, там вроде было шесть чуваков, ты их проходишь, а потом меняется цвет пол от пола. А, пола, да. Там зелененький-то вроде. Окей, это еще более олдскульный. Но я имею в виду, Versus мы же играли сначала в МК, правильно? Третий или? Ну, я сначала в State Fighter играл на аркаде. Ох, елки-палки. Ты забыл? Умыл. Нет, ну я-то не начинал с аркады в State Fighter. Но ты был в тех аркадах, где я играл. Там был State Fighter. Точно. Еще больше олдскул. Наверное, один из немногих в России, кто начинал с аркады. Ну да, потом МК. МК, да. Потом Samurai Spirits, по-моему, тоже на SEGA. Да, на SEGA, но опять же, я в тех же самых аркадах Samurai Spirits. Ой, да, да, в него играл. Просто я помню, мы на SEGA как-то достали картридж Street Fighter 2. Там была такая картинка еще. На Гайло летит Бланка, по-моему. Не, Байсон. Байсон. Ногами. Вот. И было такое, типа, у, Street Fighter. Там, наверное, графика клевая. А там вот эти вот... Как-то он проигрывал визуально. для людей, которые уже видели Mortal Kombat 3. Ну да. Ничего не поделаешь. Ну, на аркадах он смотрелся очень даже. Ну да. Ну, на аркадах, как я сейчас увидел, и этот самый смотрелся намного круче. Samurai Spirits. Да. Не тянули все-таки тогда приставки. Ну, опять же, там стик был. Мне нравился. Всегда. Кнопочки. Ты еще тогда оценил прелесть стиков. Вот давай, кстати, про стики поговорим немножко. В GG ты сначала на чем играл уже? Ну, я не буду идти серьезно. То есть, в Mortal Kombat, где ты тоже там более-менее что-то мог. По крайней мере, мы много играли в Versus. Мы играли, конечно, на падах. Ну, в МК, да. На SEGA на падах. На SEGA не было выбора особо контроллеров. Да. Но в GG я вначале вообще на клаве играл. Принимался, конечно, но и играл. А, ты на клаве успел поиграть? Ну да. Ты, когда мне показал GG, у меня не было пада никакого. На кампе это все было. Да-да-да. Вот. И, соответственно, поиграл я немножко на клаве. А потом, я помню, был пад Logitech какой-то там. У него еще такие прямоугольные стики два. Да-да. Синий такой. Ага. Мне у него нравилась крестовина. Потому что мне не нравилась почему-то крестовина от PS2 падов. Вот. Типа она была раздельной, она непривычная и все такое. Вот. Ну, как впоследствии оказалось, что все-таки она удобнее была. Вот. Поэтому впоследствии я перешел на все-таки PS2 пады. Ну, кстати, ты такой умил термин «крестовина» лучше. И, по-моему, пада-юзеры – это такое почти оккультное для них занятие сравнивать крестовины именно. Таки, да. Помнишь, как SM покупал себе эти Street Fighter из-за крестовины уже этой, которая как у Mega Drive пада была? Ну, да. Не, потому что понятно, что для тебя есть что-то там, что-то удобнее, что-то нет. Но вот когда они начинают пытаться друг другу объяснить, чем крестовина лучше, вот это начинается уже такое, как у дегустаторов вин всякие термины, типа более теплый, дубовый. Ну, да. На самом деле, зависит от мозоли, которая на пальце. Насколько она терпит. Просто мозоли индивидуальные. Сейчас, кстати, некоторое… Я же играл на крестовине Dreamcast'е с Coppader. Вот это жесть была. Всем крестовина, крестовина. Согласен. Точно, мы еще на Dreamcast'е в Soul Calibur первый рубились, я помню. Таки, да. Крутая игра. Да. Там можно было, я помню, менять чара в заставке. И ты, по-моему, обнаружил, что если выбрать лизардмена, то в определенной секции заставки очень улыбка у него здоровская получалась. Да, да, да. По-моему, когда он Софити заменял. Я вот не знаю, в Soul Calibur и Пятов, наверное, нет такого опции, поэтому я в него не играю. Ну, да. Так, теперь, значит, играл-играл на паде. Почему решил пересаживать с мастик? Ну, все-таки... А, почему я... Вот точно помню, я тогда играл за Байкин. Да, поигрывал за Байкин. Вернее, да, я уже переходил на Анжи, но все еще играл за Байкин. И у меня в одну из сторон не получался ядет Атами. Вот. Как надо. Я это почему-то связывал именно с тем, что я играю на паде, и у меня палец там в одну сторону не так гнется. Вот. Я очень хотел на стике играть. Ну, плюс я помню опыт аркады. Мне всегда нравились именно стики. Вот. Круглый шарик. Вот. Крупные кнопки. Да. Плюс мне просто нравились кастомные стики, которые там на Шарюкине, допустим, там тема была с кастомными стиками. А, ну да. На самом деле, к тому моменту кастомы были уже на подъеме. Да, они были все-таки красивые, палки там с прозрачными шариками. Вот. Ну, мне хотелось тоже стик. Вот. Плюс я видел только единственного человека, который на стике играл в то время. Это был базука в те времена. У него был какой-то стик. Я не помню. У него был специальный ггшный стик. Ну, короче, там не было, естественно, никакой санвы. Там были очень-очень быстро разнашивающиеся кнопки. Плюс он его в стену кидал. Ну да. Вот. И я помню, я что-то пришел к коверу, и я был вообще на клавишу. Ну, мне понравился стик. Ну, я думал, что вообще к сексюшену у меня будет лучше гораздо, если я на стик пересяду. Но это неправда оказалось. На самом деле. Ну вот. Столько надежд ты сейчас разрушил. Да. Четверть оказалось дело сложнее. Стики. Не говоря уже о ДП. Ну да. Единственное, что лучше, это клавиши, которые у тебя под правой рукой. Всякие плинки, другую хрень. Ну, просто, что там в ггл, например, почти по удару на палец же получается. Угу. То же самое, что большим пальцем там нырять в разные стороны. Ну да. Ну, на самом деле, наверное, точно можно на тренинсе на любом девайсе что-то делать. На любом нормальном девайсе. На DDR-культрики не надо. Да. Ну да, да. Но хотя на нём тоже можно что-то смотреть, наверное. Чего-то можно, да. Но вот в топы МФА входить вряд ли. Втанцовывать, если только. Ммм. Ну, стик мне нравится именно внешне просто. А, ну внешне, да. Ну, кстати, вот внешне, да, ты, по сути, сделал первый клёвый кастом в России. Потому что это, в принципе, был один из первых кастомов. Если на Fighting Crew посмотреть, именно тамат открыл тему про кастомы и запостил свой. Вот. И до него успел, по-моему, только слеп. И в плане эстетики там был такой кастом, ну, минималистичный, скажем. То есть чёрная... Стик ради стика. Ну да, такой стик, чтобы играть. Там был чёрная краска глянцевая и простая параллепипед коробка. То есть никаких особых выпендрёжей. А тут был уже оргстекло. Это же твоя была идея. Я вспомнил недавно, что взять оргстекло и типа из него вырезать. И как красить с внутренней стороны, чтобы была ровная, с глубиной, но покрашенная поверхность. Ну, в своём стике я не стал красить. Вернее, попробовал покрасить в первой модели, которая в мусоре сейчас лежит где-то давно. Но я тогда красил просто, я не помню, какую-то краску, которая была... Батарея, я не знаю, её красили когда-то. Она, соответственно, очень плохо легла. Получилось отстойно. Но в итоге у меня был прозрачный стик. Но потом, когда ты делал стик для Мару, этот чёрный с котом, там покраска этим чёрным цветом очень смачно получилась. Не, ну, в принципе, покраска... Я же свой первый кастом именно так и сделал. То есть оргстекло покрашено изнутри. Ну да, это который с бобром проколотым? Да, с медведем проколотым. А, с медведем, да. Вот, и там... Ну, она, во-первых, отслаивается. Сложнее крепить. Но выглядит нормально. То есть если найти хорошую краску, идея-то отличная. Вот. Ну, ты с тех пор, по сути, стиков больше не делал? Да, больше не делал, только купил один стик, который ты сделал другому чуваку. А, ну да. Ну, сейчас вот вроде как у тебя лежат кнопки. Да. Кнопки лежат. Кнопки куплены. Палка куплена. Что, как идея-то? Есть? Идея есть. Лень. Пока перебарываю. Лень просто тоже есть. Да. Но, на самом деле, скоро, скоро мой нынешний стик, он совсем завянет. И уже, несмотря на лень, придется что-то делать. А, кстати, насчет стиков, я думаю, будет интересно рассказать, как ты самый первый раз заказал кнопки и палки. То есть просто сейчас вот, если хочется купить аркадных частей, особо проблем нет. Да, да. Много магазинов. Мои кнопки до сих пор еще идут. Да, да, да. А в те бородатые времена 2008-го, что ли, а то и 2007-го и раньше. Ну, короче, в те стародавние времена, когда кастомы только начинались. Это надо глянуть, когда тему создали вот тогда. Да, даже раньше. Ты долго ждал этот первый набор кнопок, прежде чем заказать еще раз. А, начнём? Там чувак такой, Химура, по-моему, в асфале. Жил он вроде как в Америке и покупал в Японии напрямую кнопки, ну и прочие аркадные запчасти. И продавал страждущим с Шарюкиным. И вроде был чувак такой, ну, проверенный. У него была тема с огромным количеством ответов. Но так вышло, что когда мы таки заказали там совместными усилиями, разобрались с PayPal, и там Ад заказал себе комплект кнопок и PayPal, Химура именно в этот момент, оказывается, куда-то пропал. И, в общем, с тех пор никто его не слышал, не видел. Но, как бы, деньги, естественно, ушли. Тогда была оплата по PayPal через посредников. То есть возврат можно нормально не оформить, но кнопки где-то идут. Наверное, это почта России. Да, или, кстати, можете наговаривать на парнях. Он из последних сил отправил посылку, но она затерялась деньги. Наверное, кто-нибудь из почты сейчас играет на этих кнопках в онлайне. Точно. Думает, хорошо. Лага с этапа оттачивает. Наверное. А сейчас вот уже, как бы, ну, во-первых, санвовские и сеймицевские запчасти довольно повсеместно доступны. То есть в Европе есть несколько магазинов. В Канаде, в Америке, в Корее. Вот. У всех нормальные посылки с трекингом. То есть можно быть довольно уверенным, что тебе приедет. Вот. И даже уже пошли кастомные запчасти. То есть, во-первых, кнопки товарищи с Панома Тайваня сделал кастомные для механических переключателей от клавиатур Черри. Там шарики всякие со скорпионами. С тараканами. Да. С тараканами и пауканами. Полностью кастомные шарики из разных металлов. И, короче, обрастает отрасль. И уже вот сейчас там продаются уже готовые корпусы кастомные. Ну, наверное, полу-кастомные. То есть сверхмелкая серия. Вот. То есть можно, даже если как бы руки растут ну совсем от колен. Купить себе запчастей. Купить сборную коробку. Просто там по инструкции как в языке и собрать. И все. Вот у тебя уже не просто стик, а красивый и с клевыми запчастями. Но можно пойти путем самурая. Сделать самому. Не, ну как бы есть просто люди, ну есть такие люди, у которых не клеится, так сказать, с деревом, с стеклом. Я же тоже не от хорошей жизни все там на лазерную резку отдавал. То есть лазерная резка была дополнена уже потом. Ну это после того, как я сам вырезал. Ты увидел, что получается. Ну да, но я тоже пробовал. Сверлил и там резал. То есть изначально была идея полировать как бы срез, но это не вышло. А потом как-то всплыла идея лазерной резки. Оказалось, что там во-первых сверх точно, во-вторых ничего обрабатывать не надо. Ну и в принципе можно как бы аутсорсишь всякую точную работу. Вот. А есть люди, у которых ну там даже с пространственным воображением не очень, или просто морокиться не хочется. То есть не всем важно, чтобы их стик был там уникальным. Достаточно просто хорошего. Тогда можно купить вот так коробку, у тебя будет все еще клевее, чем какой-нибудь там море хреб. Ну именно видом и начинкой в плане ПЦБ. Но с другой стороны тебе почти ничего не придется прикладывать усилий. Да, взял и играй. Можешь мне так же сделать, чтобы лень не мучиться. Ну да. То есть я на данный момент помню как минимум два вот таких мелкоперийных стика. Оба сделаны тоже уже из стекла с лазерной резкой. Один, вот я сейчас скидал недавно, от V15 SDM, который очень клевый кастом билдер и замер из Великобритании. Но он такой слегка вычурный. И есть более строгий от немецкого товарища Саркад Форджа, по-моему. Тоже такой наборный из листов оргстекла. Но он более такой минималистичный скажем так. Че еще сейчас доступно кастом билдерам. Ну ПЦБ легкие тоже. Не было такого, когда мы начинали. Да, сейчас хорошо. Вот моя универсальная ПЦБХ. Не надо париться с переходниками. Ну во-первых, это да. Вот у тебя еще как бы это универсальная ПЦБХ. Это просто выпаяно из стика китайского. То есть к ней надо припаиваться. Ну в принципе сейчас же можно купить PS360+, куда не надо ничего паять. То есть там все на вот этих винтиках, терминалах. Просто сажал отверткой и все. Вот и понятно. И светодиодная подсветка сейчас прям вышла на отдельный уровень. То есть сейчас продаются специальные инсерты круглые в кнопке. С уже распаянными разведенными разноцветными светодиодами. Которые подключаются к такому контроллеру программируемому. Который тоже весь на вот этих терминалах винтовых. И там можно программировать и менять. Чтобы он менял цвета, там нажатие, на нажатие кнопки, на отжатие кнопки. Вот это все. Полная светомузыка. Главное не ослепнуть, пока играть будет. Ну да, некоторые кастомы. То есть я вот, ну мониторю тему на Ширюкине. Периодически. То есть смотрю, что он, наверное, строит. И у некоторых, ну такая подсветка, что... Особенно там фотографии во тьме. Просто все залито там всякими синими и красными световыми пятнами. И каждая кнопка при нажатии. Сейчас еще, короче, продаются шарики с подсветкой, ну на полку. Тут еще и шарик горит, и сам корпус горит. Потому что он прозрачный и тоже подсвечен. А как тебе идея встраивания всяких девайсов в сам стик? Например, вот есть... Я, как мне, увидел стик со встроенной PSP. Стик со встроенной приставкой AUGA. Слышал такой? Нет. Это, короче, размером примерно с апельсин коробочка, где простенький комп, на котором стим... Эти, андроид игры идут. Не стим, а андроид. И ты можешь играть на телефоне в Angry Birds с джойстика. Зачем там стик? Ну там есть какие-то аркадные игры на андроиде. И там чувак взял стик. То есть это просто мультисистемный стик. И плюс в нем встроена эта AUGA. И ты можешь просто воткнуться к телеку и играть со стика в эти игры. Но можешь и файтить тоже. Играть в казуальные игры на стике плохо. В аркадные. Шутеры всякие, шмапы. Ну, стикли это тоже не самый. Хотя... Здрасте. Шмапы все играют на палках. Это вторые... Они-то они разве есть на андроида? Наверно. Там шляпа какая-то одна. Я не знаю, как ты не влился в гейминг андроидский. Но, наверное, что-нибудь есть. Там как минимум есть эмулятор, там не знаю, Super Nintendo. А на Super Nintendo точно есть шмапы. Ну ок. Так что можно как-нибудь извратиться. Уговорил, уговорил. Берем. Ну это как бы хай-тек такой. А есть еще, допустим, стики со встроенными пепельницами. Там держателями для банок я видел. Вот это хорошая вещь. Пепельницы я не знаю еще, конечно. Но для банки точно. Это даже надо подумать. Может быть я в свой стик встрою. Еще... А, я знаю. Плевательницы для семок. Ну такого не знаю. А, допустим, еще видел, по-моему, со встроенным динамиком и этим самым джеком для айподов и айфонов. Точняк. Так, ты можешь включать прямо... Музяку. Музяку, шансончик. Потому что, ну вот в Хырде же у соло, когда он входит Dragon Install, меняется музыкальная тема. А ты можешь так там в Street Fighter очки одел за Гайла, включил музыку. Фантишь дальше. Угу. Вот эту Гайловскую тему, которая как раз ко всему подходит. Владимирский Централ. Ну или так. Тоже, наверное, ко всему подходит. Подходит. Так. Ну ладно. Я не знаю. Про кастомы больше мне вроде сказать, чтобы нечего. Нет, мне тем более нечего. У меня есть кастом. Стоит оно того? Вот так вот давай. Вот такой вопрос. Стоило переучиваться на стике играть? Примозлагать? Ну. Единственный минус только стиков, это их тяжело таскать с собой. Допустим, в Москву ты едешь или куда-нибудь едешь, у тебя рюкзак с вещами, сумка со стиком. Вот это единственный минус. Ну, с другой стороны, смотри какой парадокс. На чемпио почти всегда, если человек со стиком, то он его привез. Да. По жизни начинают. Ой, а у вас есть пады? У вас будут пады на турнире? А, вот. Я вспомнил, я вспомнил плюс. Я когда на паде играл еще, каждый чемп, когда я приходил, вот, допустим, зимой чемпио идут, ты приходишь, у тебя замерзшие пальцы. А, на это да. Вот. И это беда. То есть, я ничего не мог делать с замерзшими пальцами на паде. Я, кстати, знаешь, к чему пришел под задание своей пада карьеры насчет пальцев, может кому пригодится? Если есть возможность, помыть в теплой воде. То есть, вода она так глубоко как-то прогревала суставы и разрабатывала. Ну, а потом, я не знаю, перчатки. Ну, теплая вода, я хрен найдешь. А, на самом деле, если как бы, во, я знаю, о чем можно еще. Продается в аптеках у нас зимой обычно такие одноразовые химические грелки. Типа такого пакета с ладонь размером. Но их, по идее, для этого и продают. Там что-нибудь. Фигу не ломаешь, он начинает нагреваться и можно греть об него руки во время турнира. Ну, или взять и играть на стике. Там гревать. Не знаю, у меня даже на стике, когда действительно дубак, вот особенно правая рука просто замерзает такой клешней над этими кнопками. Так ты играй двумя пальцами по одной кнопке, как японцы. А, вот это тоже интересная тема. Японцы, да, и в ГГ, по-моему, и в СФ все играют так, что рука как бы висит над блоком кнопок, и по кнопкам они как бы бьют. И там, да, двумя пальцами, там, указательным и средним, они могут там, ну, и панч, и кип набирать и так далее. А у нас в России все как-то играют по-другому. То есть, ну, из тех, кого смотрел, просто как бы палец зависает над своей кнопкой или даже на ней лежит, отдыхает. И, допустим, определенную кнопку всегда нажимает определенный палец. Угу. Я так играю. Да? В ГГ? Да. Во все играю. Удобно? Я пробовал так, и у меня что-то как-то, не знаю, ну, непривычно, наверное, поэтому мозг слишком долго думает, как попасть по кипу. В общем, нет, в ГГ все-таки я не могу так играть. Угу. Может, специфик игр? Возможно. В Ститфайтер я хочу играть, думаю, пальцы. Я еще думаю, что это связано с аркадами. То есть, ну, всякие мировые про, особенно японские, они, естественно, и начинали, и продолжают сейчас на аркадах. А на аркадах есть такая тема, что стик и кнопки, они не твои. Их не жалко. То есть там некоторые люди и так по аркадным кнопкам топчут с таких размахов и такими звуками. Ну, блин. Свой кастом, не знаю, жалко было бы. Нормально. Мне не жалко. Я видел, как ты по своему кастому лупил, так что не надо. Я тебе говорю, по аркадам лупят еще сильнее. Никому не жалко. Особенно палку, когда, знаешь, там выкачиваются из чего-нибудь. Палку. Сколько раз я палку чуть не вытергивал. Ничего. Вот. Ну, аркадные компоненты. Вот тут, кстати, к вопросу, зачем покупать санву или сеймитсу. Потому что это какие-нибудь там, ноу-нейм китайские темы. Такой панишмент очень недолго будет держать. Вот этот, кстати, гилдтигерстик, который старый гилдтигерстик. Он отличался как раз тем, что кнопки там очень быстро отлетали. Так что если берете стик, берите с клевыми компонентами. Не надо ждать клевого экзекьюшена сразу. Но с другой стороны... Пусть Instant AirDash не будет получаться. Влево особенно, да? Нет. Очень долго. А, вправо. У меня вправо EAD вообще не шел. Вправо, да. Вправо мне не лез. Просто влево его набираешь можно большим пальцем. Это удобно. А вправо либо более сложная конфигурация пальцев приходилось применять, либо прямо всей рукой шевелить. А всей рукой я так и не научился стик шевелить. Вот. Но с другой стороны к стику... Стик это как велосипед. То есть я вот когда играл на паде, потом пересел на стик. Потом попробовал опять в ГГ поиграть на паде. Я вообще там знаешь как первый раз деду какому-нибудь из деревни пад дали и сказали давай играй. То есть я там удары не мог нажать правильный. Movement вообще отвалился. Вот. А сейчас как бы я играю уже только на хитбоксе. Но в то же время если сейчас взять стик мне, то есть какая-то базовая фигня все равно останется. Так что наверное это такой более интуитивный скилл для человека. Возможно. Ну хотя когда я первый раз попробовал в аркаде играть на стике, мне очень тяжело все удавалось. Хоть у меня и не было такого большого опыта игр на паде в файтинге в то время, но все равно это как-то непривычный в первый раз. Некоторые даже уходят из файтингов. Да, да. Из-за стика. Мало бойцов. Потому что это был такой одно время как бы мне кажется типа вектор мысли, что на паде ты все равно не будешь никогда играть максимально круто. Надо переходить на стик. А если тебе как бы стик не давался освояния, ты думал ну все, значит я уперся в свой потолок, на паде мне ловить уже нечего типа, а стик не идет. Ну все, ладно. Пойду там в дотан поиграю. Или в армию схожу. Вот. А на паде это на самом деле можно. Мне кажется в России без проблем. Оставаясь на паде и быть там топовым игроком. Так не в России только. Да, даже в Америке. Даже в Америке, даже в Street Fighter есть клубы. В Америке. Пада плеера. Во Франции этот Али Юн, он же на паде играет. А, Али Юн? Да. Ну да, то есть это как-то, ну с другой стороны это вот эта шиза со стиками, типа как обязательным условием для next level. Она даже в России не все комьюнити затронула. Все помню, что, ну и даже до сих пор по-моему 3D игроки, они так намного спокойнее к стикам относятся. И там нет, и не было никогда такого, что типа без стика ты выше топ-8 не уйдешь. Это как-то ггшников захватило, а остальные комьюнити как-то меньше. Вот, ну кстати насчет топ-8. Как я сказал, ты давний призер МФА. Очень давний. Да. Еще по Giltiger слышу. Так что давай поговорим немножко о твоей гг сначала карьере. начал ты с релоуда, правильно? Точно. Да, я тогда, я нашел тогда этот файтан, тебе показал. Да, ты пришел, показал на компе установили. На компе, релоуд, все как надо. Да, пришлось диск C очищать. Точно, там же инсталлятор был дебильный. Он игнорировал настройки виндового кэша и обязательно разворачивал темп файлы на диск C. Да, на диске C была только винда и больше ничего не оставалось уже. В те времена, я помню, системные диски всегда делались по минимуму, потому что винчи были все-таки небольшие еще. Я помню, винч первый был 40 гигов, поэтому под винду отвелось 3, и ревность наследилась, чтобы там ничего больше не было. А тут зараза такая лезла. Да, сколько она весила? Метров 700. Да, по-моему, как раз ему было нужно 700 на системном, а их не было. Ну, да, мы преодолели, слава богу. И первым твоим чаром, я помню, был Sol, потому что на нем был Charakter Select первого плеера. Ну, на самом деле... Или ты посмотрел сначала каких-то чарах? Сначала я выбрал Biking. Прям сразу первый? Да, ты мне когда показал, я поиграл за Biking. Ну, то есть я смотрю, тетка с мечом. Вообще зашибись. Еще какая-то цепь там торчит у меня. То есть я не видел, что у меня руки одной нету, нету одного глаза. Я вообще думал, что она просто закрыла глаз на картинки. Выбрал я Biking тогда. Ничего не понял. Я не знал, что у нее есть контры. А, ну да-да. Не самый такой. Да, я ничего не знал про нее. Вот. Ну, посмотрел, мне понравился красивый спайт. Все такое. Но понял, что пока мне рано еще ее осваивать. Вот. И тогда, да, выбрал Sol. У него все понятно было. Да, Sol ближе к традиционному файтинг-персонажу. Я не помню, почему я Kai выбрал первого. Ну, наверное, так же грянул, там, чувак с пакетом, со скальтителем. Ну, может быть, да. Я поводил по этим, по артам, потом подумал. Ну, в принципе, почему нет. Там все слишком странные просто были изначально. Вот. Большинство персонажей странные. Поэтому ты, наверное, остановился на Kai. Ну, ладно. Мой кави – это неинтересно. Ты на Sol я уже не помню, только в самом начале играл, когда был комбат Slash High Slash или ты там тянел что-то? Да, Slash High Slash. Я за него единственное, что из такого продвинутого попробовал – это Dust Loop. После того, как ты нашел его на каких-то японских видео, там, Sol, как его такая, побеждал Dust Loop. Просто потренил немножко, Dust Loop. На тот момент ты все еще играл за Sol, да? То есть это не то, что ты к нему вернулся? Ну, не то, что играл. Я играл за всех. Я умел за всех делать все приемы. Точно, да. Это было достаточным условием, чтобы считать, что я очень крутой. Ну, да, сравнивать ты был не с кем. Да. Да, ты же еще за Потемкина играл в те же периоды, чтобы меня отучить. Да, всех отучил. Вот. Но в итоге я выбрал Байкин, потому что она мне изначально понравилась. Все-таки тетка. И типа скил догнал, пара от нее вернуться. Да. К тому времени я наконец-то понял, что такое контур у нее. Угу. Вот. Я выбрал Байкин и начал думать, что она вообще непобедима. Потому что как? Ты ее бьешь в блок, а она тебе... Самбор. Да. Это просто... Ты ничего не должен делать уметь против этого. То есть я думал, что все, я непобедим. После этого. Ну, я действительно с тобой тогда играл. Ты тоже говорил, что это чуть бан. Что все плохо. Да. Но я не помню, что ты там играл. В итоге ты научился как-то уходить от Сакуры. Вот. Ты что, как это? Делаешь ХС и делаешь вкус потом. За Слэйера. Ну, видимо, когда ты уже... Как раз за стартап Сакуры кусает. Это да. Ну, в общем, оказалось, что она не такая уж непобедимая. Ну, да. Примерно тогда уже начали вы, да, выезжать на хомфайты к другим чувакам? Да. Так и в первый раз, когда я на хомфайты приехал, я уже играл за Байкин. Ну, да. Так что твоего соло только я отведал. Да. В серьез, так сказать. Вот. Но, смотри, Байкин, но в этом самом... В 2007-м ты на МФА брал серебро уже за Анджа. Да. Я, как бы, помимо Байкин, мне нравился... Почему? Вот это интересный вопрос. То есть, Байкин — это, ну, понятно среднему человеку, в чем может глянуться? Да. Там в чем фишка? Чем мне вообще Guilty Kid понравился изначально? Перед этим были файтинги всякие, ну, Mortal Kombat, Samurai, что там... Ну, Street Fighter на аркадных автоматах, это как бы можно не считать. Soul Calibur. Да. Soul Calibur, да. ЦВС-2 мы еще смотрели. ЦВС-2. Вот все они... Там какая-то небольшая задержка была между, типа, инпутом и отдачей. То есть... Не настолько срочное управление? Да. То есть, что меня поразило в Guilty Gear, что, как бы, я нажимаю кнопку, и персонаж сразу это делает. Оно какое-то моментальное было. Все очень отзывчиво все движения были. То есть, я делаю R-Dash, он делается мгновенно, все очень быстро и динамично. Вайкин для меня казалось очень динамичным персонажем после всех файтингов. Ну да. Вот. Вот. Но... Потом я постепенно там мэшил, смотрел видео всякие разные. Вот. И попробовал за Анджи поиграть. Вот. И оказалось, что Анджи, он гораздо быстрее, чем байкин. Он, несмотря на то, что он по виду такой здоровый дядька, полуголый, вот, с трусами на голове. Но... Ну и вообще крепкий. У него же один из самых больших гацов в игре. Угу. То есть, довольно-таки много ты можешь сделать ошибок, прежде чем тебя убьют. Да, байкин со мной такая... Да, байкин слабая. Байкин легкая, мало жизней. Но при этом она невероятно медленная, инертная. То есть, ты нажимаешь дэш вперед, а она начинает разгоняться. То есть, это просто... То есть, когда ты начинаешь играть сразу за байкинг, ты этого не замечаешь. Особенно после других файтингов. Но когда ты, допустим, взял, поиграл, допустим, чипа за соло, сол, чип и Анджи, ты просто видишь, что она медленная. Это именно вот медленная разгон у нее. Она вот пока разгонится, пройдет полчаса, она еще потом тормозит. То есть... Ну, тормозят все бегуны. Да, но... Или она медленнее тормозит? Она тормозит, как паровоз. Но она при этом инвульная, к нижним ударам зато. Ну, ладно. Это другой разговор уже. Но сучом. Анджи, он мне показался очень резкий, быстрый, ну, интересный чар. Плюс у него, как мне нравились нестандартные персонажи, поэтому я байкинг, собственно, выбрал с ее контрами. А у Анджи был вообще не... автогард. То есть, вообще непонятная вещь для меня. Я ни в одной игре не видел такой штуки. Вот. Я в тренинге посидел, посмотрел, мне понравился очень его овердрайв из автогарда. Да. Ага. Ты в релоуде играл вообще за Анджи или только со слэшем? Именно в релоуде я и начал его учить. Ага. То есть, уже тогда были слухи о том, что слэш выходит, скоро выйдет. Но я решил, что я в слэше буду играть за другого чара. Вот. И выбрал Анджи. Вот. Анджи был в релоуде. Лоу тайром самым. Да. У него там был... Что у него было? У него был butterfly trap этот? Да. У него был butterfly trap и все. Да. Больше ничего не было. Ну и гардпойнт, естественно. Вот. Но у него не было никаких комп таких мощных. Ага, слово тоже не было. Да. Ничего не было. У него значит был butterfly trap. Ну и прыжочки, которые в России до сих пор миксают. Да. Прыжок через голову, которая является еще и оверхедом заодно. Это, конечно, сильная вещь. Вот. Она до сих пор сильная. На чемпах. Особенно, когда люди волнуются. И ты слышишь эту фигню. Все жрут. Ну да. Она просто еще крышит много всего. Много чего. Хорошая вещь. Там перепрыгают через овердрайвы. Если вовремя сделать, то через ДП перепрыгают. Ну много применений. Но, кстати, в релоуде у нее было не очень много применений, потому что она меньше подбрасывала. Не продолжила? Да. Там можно было продолжить. Ну, во-первых, комба была фиговая. После нее. Ну, дамаг там небольшой. Нокдаун никакого не было потом. Ну, такой плохенький чарт. Но даже тогда я уже начал на хоумфайтах немножко побеждать за эту оранжу. То есть не то, что постоянно. Ну, более-менее. Я затренил уже в релоуде комбуста за джамп инсталлом. Которая... Там помимо джамп инсталла еще нормал джамп консал. Наверно. Я не знаю. Я ее теперь делаю просто как по памяти. Да. Может такое отступление небольшое, быстро. С Гогой еще общались там про то, как Юлзигир пугает всякими терминами. Да, если разом прочитать все, что там есть. Но вот так подумать, ты делаешь комбу с джамп инсталлом, супер джампом и нормал джамп канцеллом. Но вот сейчас ты просто делаешь. Ты не обдумываешь эти тактики. Это тупо просто мышечная память. Дрын, дрын, дрын. Так что не надо пугаться техник. Вот. Это все, что я хотел сказать. Ну а когда я ее учил, конечно, я... Вот я помню как... Вот единственное, что я помню, что я так долго учил. И как бы с целью что-то выиграть, это вот именно вот эта комба у Анжи. Потому что мне ее надо было точно поставить. С любого выхода делать эту... Его единственную БНБ-камбу. Тогда. Вот. И я ее тренил, тренил, тренил. И она даже у меня стала выходить как надо. Вот. И так до сих пор. Вот. Я могу все пороть. Но эту комбу я точно не запарю никогда. Это да. У тебя, блин, ночью разбуди. Да. И все, вышел когда... Да. Когда следующая часть вышла. Кто там у нас? Слэш. Слэш, да. Ну, кстати, можно... Перевью тебя на секунду. Просто в те времена, когда выходили новые версии, никто там не смотрел фреймдату слог тестов, стримы слог тестов и так далее. Были обрывки информации, переведенные с японского. И все. Даже по эксанткору еще не было нормальных видео слог тестов. Вот. И народ там спекулировал вовсю. То есть я помню, что основное мнение в питерской комьюнике, кроме твоего, на тему Анжи было, что его понерфили, потому что воздушный вот этот шарик, Сфера, да? Да, да. Он один хит стал делать. Он стал делать один хит, а не восемь или там, а не шесть. Это типа нерв. Да. Все, Анжа стал еще хуже. Никто не думал, что... А зачем нокдаун с этого шара? Что за фигня? Там всего лишь один хит. Да. Это было смешно. Просто как бы в релоге этот шарик делали такая версию, как оверхед на вейке чужом. И типа вот эти удары сносили хоть какой-то урон и это оказалось единственным таким источником этого урона. А тут же один хит урона меньше. Никто не знал, что он баунсит от земли и ты можешь камбу делать продолжать после РЦ. Не учитывали скорее. Да. Ну и вот Слэш, сколько он был? Года полтора в России или год? Ну не помню. Ну минимум год он был. Где-то год, да. То есть одно МФА успело провестись по Слэшу, 2007 год. И ты там взял второе место в командном и второе место в единоличном. То есть резкий весьма вышел взлет. Я не помню, ты в 2006 ездил на МФА? Нет, это я в первый раз поехал. Да, это еще был первый выезд. В первый раз поехал и выиграл. Но как бы перед этим МФА я помню, я реально тренился. То есть если посмотреть видео, там есть какое-то видео с этого МФА, где я против Гоги, кажется, в финалах. Да, мы это очень все глупо выглядели. Но если знать предысторию всего этого, то там ясно становится. То есть мы перед этим МФА много хомфайтили. Я очень хорошо затренил за Анджи. Ну у него мало тренинг, чем нужно. Поэтому это еще одна причина, почему я его выбрал. Потому что у него не сильно много сложных вещей, не сильно много чего нужно тренить. В БНБ затренил и дальше уже просто матчапы смотришь. Но суть в чем, я у себя устраивал файтинг. Я приезжал в Купщино тренингся к Гоге тогда с Райаном. К Ами Дамару вроде еще. К Ами мы ездили, да. И они впервые увидели Анджи. То есть первый раз поиграли против человека, который хоть что-то делает за Анджи. То есть это был просто шок для них. Как бы Гога тогда уже всех пнил довольно-таки мощно. Но это было очень непривычно. Особенно вот эти прыжочки Анджи. У него есть маленький прыжок и большой прыжок. Большой прыжок я его тогда делал с красапом или не красапом. На вейке противника я бежал на него и с определенного расстояния делал этот прыжок. Там он падал вертикально на башку противника. И там буквально миллиметр определяли, что это будет красап, не красап. Плюс никто никогда не играл с Анджи. Это был вообще ВТФ эффект. Гардпойнты еще, наверное. Гардпойнты, да. Просто с них... Там была какая-то комба какая-то. Потому что там, если вертить первый удар гардпойнта в флэше, он дает антекабл нокдаун. И там можно было продолжить его в он. Или в какую-нибудь комбу в БНБ. Но там как бы это не надо было делать, потому что он давал тэншу. Да нет, просто даже сам факт, что ты как бы... Вроде как, сейчас я ему контрхит запилю. Да, да. Не надо забывать, что это был слэшер с Кианжо, у которого был 6 хс. И просто хс, они были как бы... Хс был с гардпойнт, да. В 6 хс был везде гардпойнт. У хс тоже был везде. Плюс он... Спиной бил. Да. Это имба удар был. Он бил в две стороны. Вот. Ты нажимаешь, присмотришь, куда там попал. И в ту сторону наворачиваешь фуджиум или что-нибудь тебе надо еще. Или гардпойнт. Гога поиграл со мной тогда. И естественно он не любит проигрывать. Он тогда уже понял, что надо делать против гардпойнтов. Он начал меня бросать из них. То есть, пользуясь скоростью чипа, он подбегал ко мне, делал либо нижний конть удар, который... Ну, гардпойнтов нижних ланжи мало было тогда. Вот. Да и они начинались не с первого фрейма, поэтому очень сложно поменялись. Вот. Поэтому он подбегал, делал нижний удар, либо подбегал, делал нижний удар и тик бросок. Либо просто подбегал, там, зеленкой концерил, бег и опять бросал. Вот. И эта фишка была, то есть, ну, когда тебя бросают три раза подряд, ты думаешь такой, блин, если меня бросят там четвертый раз, я буду как дурак. Вот. Ты начинаешь мешать. Вот. И, как бы, тут уже оппонент, как бы, тоже думает, что на четвертый раз ты будешь мешать, потому что ты не хочешь, чтобы тебя бросили четвертый раз. И уже тебе Митя какой-нибудь удар делает, и ты жрешь контерхит, и пошла. Вот. Если посмотреть матч в финале, то есть, я как, я сбросил Гогу уже в Узера тогда. Да, 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 точно. Ты пришел. Да, я по Венером пришел. И вот мы с ним встретились опять. И он уже знал, он вспомнил хомфайты, видимо, наши. И он меня забросал до смерти, короче. Это очень глупый матч выглядящий. Ну, с другой стороны, ты до сих пор это помнишь. Ну, естественно. Ну, кому-то нет. Я, например, ничего не помню с 2007 года. Вроде я проиграл, вроде, этому роботу из Нижнего Новгорода. Аватару. Аватару. Аватару ты проиграл, наверное. Наверное. Ну, это все, что я помню. Ну, командник мы с тобой выиграли. Ну, серебро. Нет, мы не выиграли. Выиграли второе место. Ну, проиграли Гоги опять. Да, Гога, кто там был Равин и не помню, кого они катали в тот год до первого места. Да, я тоже не помню. Ну, вот смотри. То есть, такой мощный взлет. Ты взял второе место, еще и Гогу в Лузе раскидывал. То есть, это и тогдашнего московского головаря Хэппи тоже ты убил. Как раз супером из Гардпойнта. Да, это веселый был момент. Вот это я помню. Там, по-моему, Райтштамп, что ли, был? И он попал. Он, нет, я помню, у нас было мало жизни. Я тоже запомнил. Жалко, вот не писался этот матч. Веселый был. У меня мало жизни, у него мало жизни. У меня есть Теншн и 6 Хэс с Гардпойнта. Вот. А у Соло, я думаю, сейчас он на меня сделает ARD с каким-нибудь ударом. Или что-нибудь такое. Быстро и несущийся вперед. А я превентивно с разбега сделал 6 Хэс. И сразу же забуферил туда овердрайв. То есть это был, по сути, рид? Да. Я просто, видимо, это был... Я не на реакцию это делал. Я знал, что он должен сейчас что-то сделать. Что-то агрессивно и я перекрою почти все вперед Хэсом, да? Вперед Хэсом с овердрайвами. Потому что я знал, что... Ну, вероятно, я не рассчитывал на его... Ну, на Гардпойнт Анжи, который подлетает вверх. Потому что он тогда меньше втягивал в себя. Мог затрейдить. Или просто улететь вообще один. Да я его, возможно, даже и не добил бы. Потому что он мало убирает довольно-таки. Но у меня теншин был. Что он не терять-то был. Супер. Слушай, по-моему, все-таки видео-то есть это. Я просто слишком ярко помню этот момент, чтобы видеть его все в один раз. Нет, мы играли на консоли, которая не писалась. А, жаль. Что это было пафосно. Ну вот, да. То есть, ну, прогресс, так сказать, налицо. По сравнению с релоутными начинаниями. В чем тут дело, по-твоему? В низком уровне комьюнити на тот момент? В чаре или все-таки? Тут дело во всем. Я выбрал чара, которого никто не знал. То есть, естественно, основной момент. Потому что даже для наших... Тогда же Питер очень хорошо отличался в ГГ. Вот. Даже вот для наших Гоги, Кила и всех остальных. То есть, чар был в новинку. И как можно было на всякой фигне выигрывать. Вот. Я помню, я когда приехал уже в Москву. Мы остановились у Лана. И тогда были из Нино. Там Гуши был. Аватар. Еще кто-то. Ласт Энжел. Да. Мы же играли тогда с ними. И, ну, я делал просто любую вещь. И все ее жрали. Потому что, ну, никто не знал Анжи. Никто за нее не играл в релоут никогда. Потому что он был чит-тайр. Да. И, естественно, никто на нее не пересел в Слэше. Потому что никто не читал. Да. Я его тренил еще с релоута. Как раз. Предварительно. Я не знал, что он будет настолько крутой в Слэше. Когда он начинал тренинг. Но, когда вот он вышел, он был реально такой оверпаверный. Как раз. Тогда же СБО проходил. И кто там, Доми тогда появился. На Анжи. Раздал люлей там всем. Я вот не помню, он то ли второе место занял, то ли первое. Не помню. Ну, я тебе хочу сказать, на СБО даже участие это очень отчетно. Да. И тогда Анжи там появился. И вот Доми всем показал, как бы, что... Ого-го. Дэд Чар. Ну, в принципе, как я считаю, даже вот, когда понерфили немножко Анжи в следующей части. Он все равно остался очень мощным чаром. То есть... Ну, ВЦ все очень мощные. Ну, у него убрали абсолютно, конечно, имбу. Да, это просто ХС гардпоинтовский. Потому что это... Да. Ты... Он был с какого? С первого фрейма с гардпоинтами там до... Я уже... Я боюсь забрать, но там точно больше десяти было фреймов в гардпоинт. Ага. То есть... Нажал его, все, я спрятался в домик. Я сейчас сделаю вам гардпоинт, я сейчас сделаю вам овердрайв, да. Вот. Ну... Ну, то есть незнание матча, это важно? Знание матча, это важно. Но... Хочу сказать, что до сих пор это имеет роль. То есть, если у вас вдруг откуда не возьмите клевое ино, допустим, да, или там клевое Дизи, то никто не будет готов. Угу. Не смотрит, как играть с ино, никто не... То есть смотрят только тех, от кого знают там вот. И то, если смотрят. Ну, и плюс, я реально вот в тот год тренился. Очень-очень усиленно. Я когда при... Я ехал уже в Москву с настроем что-то выиграть. Суров. Это я точно запомнил. А ты помнишь, какой был тренинг режим? Что ты вообще делал? Ну, то есть хом-файтеры тогда, по-моему, зачастил с хом-файтами, как перед МФА, как подготовку. Тогда и я к себе приглашал хом-файт, и Киву я ездил часто, к Мару ездил. Это было такое мощное лето. Да. То есть много Versus, а в тренинг-моде дома что-нибудь смотрел? В тренинг-моде я постоянно сидел. То есть я потому что не могу играть с компом. Вот. Почему нет? Ну, потому что... Раздражает, что он делает одно и то же? Да, тупизм такой. Так за Анжи как бы... То есть... Что я ему буду? Баттерфлайт-рэп, что ли, фигачить на Вейке? Он будет снова хрень всякую делать. Он же не будет там бояться или... Ну, никакого майн-гейма с ним не получается. Вот. Понятно. То есть просто смотри, Кигюн в прошлый раз сказал, что он вообще в тренинг не сидел, он только с компом. Ты наоборот. Да, но... Понимаешь, Гога, он... Он же сидел в тренинге, когда он тренил комбы за своего чара. Так? Он за него играл еще с релону. А, ну, он в бою, да? Выучил все комбы. Ага. Ну, с компом. Ну, что какие все комбы? Мы про Гогу говорим. Ну, блин, там есть комбы. Вот. Я-то начал играть за Анжи, как бы, недолго за выходом релоада. До выхода релоада. Слэша. Да, слэша, слэша. И, ну, у меня не было никаких комп, не было что-то, что-то. То есть ты выставлял экзекьюшн? Я ставил экзекьюшн в свои BNB комбы, это вот я точно помню. Ну, например, сколько в день? Час, два, пять, десять? Я где-то, я сидел часа, наверное, по два в день. Вот. Но там как? Я должен был делать, я себе поставил такую задачу, сделать тридцать раз комбу в одну сторону, тридцать раз комбу в другую. Подряд или в сумме? Подряд, подряд. И чтобы не уронить ее. То есть если ты ронял… Начинал заново. Да, начинал заново. Да, есть такая тема отработки экзекьюшн. Я, правда, до десятки даже не дохожу своих, а ты до тридцати, то есть по суровому. Так я не дошел ни разу до тридцати. Ааа. Показал слишком сложно. Я сомневаюсь, что я сейчас дойду, хотя не, возможно, сейчас я уже дойду. Не знаю, знаешь, с учетом того, насколько она в тебя вросла эта комбу. Да, она реально вросла. То есть, но это на самом деле плохо, даже немножко, потому что… Нет стимула новое осваивать? Да. Скоро будет стимул, потому что Анжи нету фиксерда. Ну да, здорово. Пока нету, скажем так. Просто когда… Почему это плохо? Вот в Слэше та БНБ комба, которую я вот столько тренил, она давала всегда нокдаун. Она давала нокдаун, давала бабочку тебе, давала миксап на вейке противника. То есть все, что тебе надо. Зачем тебе что-то еще тренить? Она давала и дамаг хороший причем. Ну да. В следующей версии убрали нокдаун с шарика и эта БНБ комба уже не дает нокдаун. То есть ее надо уже чем-то заменять. Ну и как бы там… Было чем? Ну это было и в релоаде, просто это как, ты поднимаешь противника в воздух, допустим, с помощью этого же прыжочка маленького, да, хоп. И, допустим, делаешь дэш быстренько и там кик, слэш и он. Делаешь он. Вот. И дальше уже зависит от веса противника. Вот. На легких ты можешь продолжить. На тяжелых уже можно бабочку заново пустить. То есть… Тут как… Анджел – это такой нокдауновский чар. Ты должен обязательно делать нокдаун, пустить бабочку. Вот. Из-за того, что в меня выросла эта комба очень сильно. То есть уже даже в Ацете я был от этого плохо? Да. Я причем… Я даже потренил специально другие комбы. Вот. Но… Опять же, в бою, допустим… В экстренной ситуации возвращалась… В экстренной ситуации возвращалась всегда моя БНБ комба. То есть она меня никогда не подводит. Ну да. Смотри. А бою до острый мяч? Да. Ну это опять же я все-таки меньше тренировался в… То есть ты уже в АЦ меньше тренировался, чем слэш? Да, я уже подустал от ГГ тогда немножко. Вот. Ну вот ВЦР ты… Да, да и плюс я тогда в гитару шел. Я начал в гитару тренироваться. Вот. Правильно. Тоже отличное занятие. Ну да. Меньше компетишен, правда. Угу. Компетишен больше. Наоборот. Фиг кого ты победишь в гитаре. Потренившись в год. Ну чуть менее… Как сказать… Менее очевидно, вот скажем так. Сложнее понять, кто победил, кто нет. Это да. Да. Ну вот. И, короче, смотри. То есть, да. С ОЦ ты уже подзабил на ГГ и как бы играешь. Но при этом ты все равно ходишь на турниры, даже по АЦРу. Ты не тюленишь там фэнфайты. Да. Но одно время я тюленил фэнфайты. Что для тебя это ГГ? Ну блин. Одно время все тюленили. Так. ГГ для меня теперь это просто комьюнити. С которым приятно встретиться. Приятно помешить. То есть, да. Серьезно сейчас не играю в ГГ. Но… Вернешься? Да. Сейчас выйдет, когда ксерт. И я опять засяду за тренинг. Найду какого-нибудь опять имбицильного чара. Ну вот смотри, сейчас известно 14 штук. У тебя кто-нибудь глянулся? Вот если выйдет… Пока нету пока моих чаров там. Думаю придется… Так. Ну за Валентайн я не буду играть. Потому что за нее все будут играть. Ну знаешь, про Клиффа так же говорили. Ну… Когда выходил АЦР типа Клифф, Клифф, новый чар. Имбовый к тому же. Кроме Дирола так никто к нему и не привык. Я думаю… Я попробую за Ино поиграть. Потому что… Вот знаешь, за Ино реально будут все. Я знаю, да. Потому что она всегда привлекала людей, но отпугивала сложностью. А теперь у нее как бы все проще стало. Ну… Была бы Байкин, играл бы за Байкин. Была бы Джем, играл бы за Джем. Та же Тестамена, если был бы, играл бы за него. А Анжи, понятно дело, Заппа. Играл бы за Заппа. Ну вот Бедман. Бедман слегка похож на Заппа. Бедман нет. Бедман медленный. А. То есть тебе нужно, чтобы он был все-таки резкий. Бедман мне напоминает Аба очень сильный. По… 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 Не знаю. По его движениям. Каким-то таким медленным. Медленный, но… Сильный. Наверное, так сказать. Ну, кстати, насчет чаров. Райан тут нашел в коде страницы, где чар актерселекты на сайте xr.com, что и там есть, как бы, уже в коде заглушки для новых чаров. Просто без имени. Так что, гипотеза о том, что консольный релиз будет большим количеством чаров, скорее всего так и будет. Я надеюсь, в отличие от Capcom они не будут так тюленить. Да не они молодцы. Ну, Блазблю и… Нет, про Персон. В Персоне вроде не было, а вот в Блазблю последних там пару раз вроде как всегда добавляли консольных чаров. При этом чары были… Ну, в итоге допиливались и на аркаду. То есть, нормальные, играбельные, не баннебельные чары. Кроме каканоэ. Ну, в целом, мне все равно. Я найду какую-нибудь чару, поиграю, пока другой не выйдет. То есть, я как бы… не буду такого, что раз нет чара, который прям вот не твой, то я вообще не буду флэксавт. Нет. Это же КГ. Киридэ. О, кстати, насчет того, что ГГ был таким отзывчивым, забыл сказать. Мне кажется, знаешь, с чем это еще связано? С тем, что в Mortal Kombat и Samurai Spirits мы играли на SEGA, а это все-таки вряд ли аркад перфект. Я думал об этом, да. И они там упирали все всякие 50 керц на телевизоре, там какой-нибудь кривой порт, еще что-нибудь. А Soul Calibur мы просто не успели как бы расчухать на Dreamcast'е. Ну, мне Soul Calibur нравился всегда. Я имею в виду вот в плане там… В плане отзывчивости, да. Ну и плюс Dreamcast'овские пады для файтингов это… Да, там как бы сложно было оценить на Dreamcast'е. Ну, я не знаю, 3D оно, мне кажется, менее отзывчиво, менее резко. Уже будучи более-менее серьезным игроком, то есть когда мы уже в ГГ серьезно шпилили, ты играл и в Soul Calibur 2, по-моему, на PlayStation 2, и в Tekken мы пятый тоже пытались. Да, в Tekken я помню, мы играли. В Tekken я за Ло играл в Tekken. А в Сэка за Сэцку? Конечно, за Сэцку. Тетка с мячом внутри. Тетка с мячом, да. Она как байкин, только с глазом и с рукой. Вообще, то есть полноценная. Полноценная байкин. Ну вот смотри, как бы Tekken 5 и этот Soul Calibur тоже оказались менее отзывчивыми, чем KG? Так и осталось. Tekken, да. Tekken, да. Очень для меня неотзывчивый он оказался. То есть там мне… Просто мне не очень нравится такая вот система КОМ, когда ты как бы… Вот как в нынешнем Injaitis или в Mortal Kombat, да, в девятом. Когда ты просто вбиваешь комбо, он там что-то делает. Ну то есть когда длинные серии канцелов, по сути. Да, да, да. Просто ты там наканцелил по-бойному и смотришь, как он выполняет все. Вот эта система… Ну лично мне просто не нравится. Я не говорю, что она плохая система. Вот. Просто другая система. Как бы она мне не по душе. Вот. А Soul Calibur… Там как? Там же нету вот этих вот бесконечных джагглов, да? Ну да, по-моему, во втором была такая довольно… Хотя… Я помню, там была какая-то имба у этого… Найтмара. Мы тогда с Лисом играли, он у меня постоянно чел. Ну Найтмар по-моему… Там какой-то глижный был. Найтмар всегда был классным рингаутером. Просто мы жрали стартер, который не надо жрать. Во второй части, по-моему, была бага с этим самым, с косой которой. Его там только добавили. За Соломель. Да. И у него был какой-то там дешевый инфинит, который банили на турнирах. Не, я помню, мне Лис показал именно за Найтмара какой-то адский сетап. Он меня всегда убивал. Да. Всегда убивал меня, и я тогда хейтил очень сильно это. Но мне игра всегда нравилась очень. Очень нравилась. Ну как-то не приросты к ней. А с другой стороны… Да, потому что у меня как бы… Ни с кем играть? Да, все знакомые, не играют всегда. Тогда нетплея-то не было никакого. Ну да. В те времена. Офлайновый СК у нас был какой-то отдельно. Офлайновый в Питере отдельно. Какой-то комьюнити небольшой был. Там Тато что-то пытался делать. Он же мне-то, помню, записал СК на диск. Пиратский. Да, да. Тогда все было пиратское. Пираты кругом. Ну, СК мне до сих пор нравится смотреть, как играют. В этом, кстати, да. То есть в Tekken я не могу смотреть стримы, а СК могу. Даже вот… Да. Игра… Наверное, она хорошая, раз в нее столько народу играет. Но я не могу это переносить. Ну, это тупо для своих. Наверное, так. То есть в СК… Я в СК играл намного меньше, чем ты. То есть я, не знаю, суммарно часов пять в тренинге провел во все части СК. Если первый отбросить, как мы там мешали. Но стримы, что иностранные, что даже вот русские, которые Белял проводят турниры. Ну, русские. С нормальным комментарием СК очень приятно смотреть. СК мне нравится он и визуально, и сам геймплей. Очень такой интересный. И… Ну, все-таки, да. Визуальная часть, конечно, очень хорошая СК. Он, конечно… Менее карикатурный стиль, наверное, чем в стеке. Да. Я помню, я еще когда на Дримкасте увидел первый СК, я подумал… Ну, тогда… Тогда это да было. Это настолько круто. В магазине, где мы… Ну, где я, по крайней мере, в основном, Дримкастовские диски покупал, постоянно на телеке крутился как раз Soul Calibur в демонстрационном режиме. Дык. Я друзьям показывал так. Смотри, это же СК. Да. Потому что тогда, как бы, сравнили, в основном, с первой PlayStation… Да, да, да. Там Tekken 3… Народ видел только Tekken. А Tekken 3, по сравнению с первым Soul Calibur, сильно, сильно отличался. Угу. Это не то, что сейчас NextGen выходит, и ты там вынужден читать про шейдеры и осцилляции, чтобы понять, что, собственно, изменилось. Тогда вот был человек с гайкой вместо головы, а был человек с головой. Так вот, ты упомянул, что тебе не нравятся комбо, как в Injustice и Tekken, где там можно на конце лить много ударов и смотреть их выполнение. И сейчас ты в основном играешь в CF. Так точно. Это связано с этой комбо-системой? Потому что в CF все в основном на линках? Да. Это… Я… Ну, как… С CF меня познакомил уже SM. Угу. А… Тогда еще этот… Third Strike. Вот. Когда он мне показал Third Strike, он говорит, давайте посыграй. Ну, я сыграл, думал, ну, что это за хрень? То есть, ну, я до этого играл в CF… Давай это сначала. Ты начал в CF играть? Начал. По просьбе SM. Да. Наверное, по… По предложению SM. Попробую, подумал, что это фигня какая-то. Потому что там не было ничего. Что мне делать было? Я уже привык играть за Байкен, я привык играть за Анджин. Там… Ты комбы какие-то делаешь, канцеллы. Дэша. Эрдэша. Бег. Бег. Там двойной прыжок, тройной прыжок. Ты себя контролируешь в пространстве как хочешь. То есть, если, допустим, ты за чипы играешь, ты, блин, ты делаешь… Три прыжка в воздухе можешь делать. Можешь делать эрдэш. Можешь делать суперджамп. Телепорт. Дэш назад, дэш вперед. Там… Просто неограниченные возможности. И тут мне показывают, значит, Сёрдстрайк. У тебя… Показывают мне кого. Выбирай кого-нибудь. Я выбрал Акуму тогда. Ага. Вот. Ну, я, понятное дело, я знал, что такое Рюш, что такое Кен. Кучу раз видел всех персонажей там. Вот. Но Сёрдстрайк я не видел до этого. Я смотрю персонажей. Ора. Что это за желтое чудо? Там… Просто бред какой-то. Какой-то дядька, который в плаще, в шляпе. Тоже непонятный. Непонятный гигант. Какой-то волосатый. Похожий на этого… Леонтьева. На Леонтьева, да. Раскачанного. Просто весь каст непонятный абсолютно. Там только Чен Ли, Рю и Кен остались. Вот. Ну, ладно. Выбрал я, значит, Акуму. Мне говорят, ты можешь кидать фаербол. Ты можешь сделать Татсумаки. А ещё можешь не кидать фаербол. Да, можешь не кидать. Можешь сделать этот… Телепорт. Ну, и что там, демон флип у него? Ну, тогда я это ещё не знал. Я такой, что это? Как вообще выиграть-то можно? Слишком ничего нет. Ну, и говорят, есть ещё Перри. Ну, я попробовал Перри. Перри подумал, очень крутая тема. А, ну да. Вот. Начал сразу Перри всякие фаерболы пытаться. Ну, поиграл немного, забыл. В общем, мне не понравилось. Супер Чен Лиовский Перрил? Ну, естественно, пытался Перри. А сколько? В тренинге потом стал Перрил Супер Чен Ли. Наверное, каждый игрок в третий страйк Перрил Супер Чен Ли. Обязательно. Фаербол Гауки и Супер Чен Ли. Ну, выиграл четвёртый? Нет. Потом были много видео ранбатов. А, то есть когда ты уже смотрел серьёзный третий страйк? Да, с МС Рокфеллером. Я начал проникаться в эту тему. Понятно. Ну, я плохо играл, что мы в NFA приезжали, смотрели, как выигрывает SM. С УСМ. С УСМ. С УСМ. Да. Сами там быстро где-нибудь сливались. Ну, как бы неважно. ГГ был тогда с цеплиной основной. Вот. Но потом вышел четвёртый. Там, я помню, на форуме все хайпали очень сильно. Ну да. Четвёртый был таким своеобразным возрождением 2D, который показал нам будущее. Ну да. Тогда как был. Ну, у вас там что? Свердстрайк, что ли, с этим говном? Ну, в принципе, все спрайты воспринимают. Так был термин такой. Дэнди. Да ладно. Дэнди это одно. Тут ещё и... Да, там анимация крутая. Но они... Пикселей мало. Пикселей маловато, конечно. Ты смотришь, что это, короче, старьё. Ну. Реально. Идите домой с вашим Дэнди. Новый 3D-шники весь. Да. Там было много хайпов. Да. Все хайпнули. Он выходит, значит... Чё я вижу? Убрали Перри, значит? Я думаю, ну здорово. Как бы и так ничего не было. Ещё Перри убрали. Я смотрю... О, Рю остался. Здорово. Ты опять можешь кидать сам фаербол. А можешь не кидать? Да. Сагат. Сагат, ты можешь кидать фаербол. Опять же. Вот. Что там? А, и последнее как бы убийство это Гайл. Ты тоже ничего не делаешь, что кидаешь фаербол всегда. Я думаю, ну просто это кто-то отстой. То есть, опять же, я всегда сравнил с ГГ. Тут куча возможностей, куча всего. Вот. Ну а стейдвайтер и фаербол и ни хрена больше. Нет. Там Гайл своего комбой. Панч. Соник Бум. Вот. Подумал, что отстой. И забыл про это дело всё. До того, как вышел АЕ. Вот. АЕ из этих самых? Из АЮна? Да. Я в Сирвстрайк играл, пытался играть за АЮна. Там тренировал Кенейджин и всякие канцеллы. Он был хитер. Просто у него было много чего потренить. Это да. Да. В тренинг-моде я там включал музыку, сидел, что-то делал. Вот. У меня там вообще character-специфик был этих комп его. Ну да, да. В Кенейджин. Я сейчас напомню, вспомнил, что Юн тут у тебя был с определенным арсеналом. Да. Почему я играл в State Fighter в Сирвстрайк? Потому что я нашел Юн, у которого были комбы. И это было с чем-то похоже на все-таки Guilty Gear. Вот. Ну и я сливал всегда, потому что у меня были там комбы, которые я там порол. А Фуцис я тогда вообще ни хрена не знал. Ну то есть я играл в него как в GG, только без ARD. Вот. Поэтому сливал всегда. Ну и все. В этот момент, когда вышел AE, Guilty Gear уже под заглох. Очень сильно. А в AE появился мой чар. Вот. Обратно. Который мне нравился всегда Юн. Он же на доске катается. Вот. И я... Кепка, опять же. Плюс там был онлайн. Ну он раньше был. Но там не был чара. Вот. И все. Я себе приобрел State Fighter. И начал играть за Юна там. В онлайне. Вот. Осознал, что меня там все дерут. Просто в хлам. Вот. Понял, что Юна это не мой чар. Ну и плюс у него там все-таки тяжко уже было на Генейджин. Выйти все-таки медленно он копил его. Да. Это не третий, конечно, страйк. Да. Вот. И все. Я перешел на ибуки. Вот. Ибуки у нее было много интересных вещей. Много. Много. Много возможностей. К атаке. Ну то есть ты и все-таки выбираешь чаров с максимальным возможностями в плане передвижения и углов атаки. Правильно? Угу. Ну. Просто, наверное, она мне по стилю нравилась. Вот. Мне она всегда нравилась. Я помню в этот ранбат я смотрел японский. И там этот Арука был. Вот. Японский чувак. Он играл. В третьем страйке, да? Да. Сэр страйк. Вот. Он играл за ибуки. И там, ну, невероятные вещи творил. Мне очень нравилось. Я смотрел, думал, что же я не играю за ибуки. Вот. Но за ибуки же играл Гога тогда. Сэр страйк. А, да? Да, да. Вот. А как у нас же в Питере мы не любим пересекаться с чарами, так? И так полтора человека играет. Еще они будут за одинаковых чуваков играть. Вот. Ну, знаешь, Мирреры. Я подумал, что Мирреры никто не любит, потому что нельзя на чара свалить победу. Потому что это твой чар. А так, знаешь, там проиграл Гоги. Ну, блин, за чипа же любой дурак может. Ну, любой дурак. А если ты сам за чипа, то это уже не скажешь. Вот. Ну, нет. Я выбирал ибуки потому, чтобы больше было чуваков. Чтобы не пересекаться. Вот. Ну, и все. Я выбрал ибуки. И так на ней. Сейчас у тебя еще там Акума и Они. А сейчас, да. Из более-менее в войнах. Я много кого освоил. Ну, так. Комбы потренил. Основные. Много за кого играл. Но из тех, кто мне нравится, это ибуки. Только, наверное, осталось. А как тебе Ди Капри? Да, это был очень смешной ход капкомов. Я думал, блин, ну хотя бы они хоть одного чара сделают заново. Ни хрена. Ну, блин. Ну вот, смотри, ты такой сейчас активный игрок в СФ, скорее, чем в КГ пока что. Как тебе нравятся такие патчи стритфайтера? Типа вот, был сначала АЕ, который, по сути, был, ну что, там, четыре чара. Они хотя бы были новые. 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 Новый чар. Чуваки сели там. Потом был патч 2012. Сейчас вот ультра стритфайтер выходит. Ультра стритфайтер там нет. Но у нового чара нет. Ну, для стритфайтера есть. Ну, блин, я их всех видел уже. Вот как, да, молодцы, они поддерживают, но это уже скатилось в ГГ. Это как вышел слэш, вышел кто там. Акценткор. Акценткор. Акценткор плюс. Сдох. Принем там. Я видел уже, что пишут люди, которые не играют в стритфайтер. Они смотрят. Зашибись. Это да, это общая тема для всех стритфайтеров. Зашибись. Они включили все костюмы в этот следующий релиз. Это надо брать. Ну, а геймплей модификации ультра те как? Ну, геймплей, да. И что я сейчас вижу, что ибуки я больше не буду, наверное, играть. Потому что... Из-за отсутствия в вортекса? Отсутствие вортекса, да. В принципе, у них поки-то не очень хорошие изначально. Да, там вниз, средняя рука. Много чего перебивает. Ну, опять же, блин. Раньше я ее option-селектил в проездку, да, в Neckbreaker. Что он мне давал вортекс, а сейчас, ну и что. С большого расстояния я, может быть, даже не попаду этим в Цумоджи. Ну, в общем, беда. Беда. И огорчение. Но, как бы, если убрать вот то, что я за ибуки играю, да, и что это меня огорчает. Вот. В принципе, да, вот это вот убирание вортексов у всех, это, наверное, все-таки хорошо. Потому что, глядя, вот, как, допустим, Кей Бретт играет за Кэмми, да, ты такой смотришь, и ты видишь, как он всех убивает. То есть, там совсем только Зубры, Бизона, они могут противостоять ему. То есть, теряешь уважение к игре при просмотре топовых матчей? Да. Как с Моролом. Да. Уже на Кэмми я не могу смотреть. Потому что, нет, там реально же это сложно играть. То есть, там тот же самый Кей Бретт, он… Ну, да, конечно, круто. Я же не говорю, что он ни хрена не умеет играть, да. Но все-таки слишком мощный вортекс. Может, сейчас что-то изменится. Посмотрим. Ну, молодцы, что они поддерживают игру. Ну, блин, могли бы хотя бы одного чара сделать нового. Это просто меня убивает. Я не знаю, это же недорого стоит нанять чувака, который модельку сделает, персонажа 3D-шную. Господи, у них движок есть. У них все есть. Деньги у них какие-то же есть. Пошли… Тут реально было странное их решение. Одного чара, одного. Их же не просили 5 делать новых чаров. Они добавили этих четверых дуриков из… из кростэккена. Из кростэккена. Хорошо. Но, блин, зачем они еще одну Кэмми эту тупую сделали? Ну, может, они тоже начинали с Мортал Комбата 3-го. И цветные ниндзи – это то, к чему они стремятся. Да и ниндзи, господи. Там и так этих шатаканов. Да хрена. Еще и Кэмми теперь. Давайте всю эту армию этих мастерных Кэмми засунем туда. Господи. Ну, а самый прикол – это как они хайпали. Вот это мне понравилось. Смотрите на Кэмми! Там, наверное, была причем такая ситуация, что хайпал один отдел, а девелопил другой. И им сказали, вот у нас есть такой чар, ваша работа – его расхайпать. Но это же беда. Но это ваша работа. Да, да. Они понимали, что будет, конечно, не фонтан, но как тут надо было доесть? Ну, халтурили, конечно, ребятки. Что я мог бы сказать? Зато боевку перепилили. То есть смотри, с F4 идет по пути усложнения, а KG по пути упрощения. Как тебе вот хырт в плане системы? Не кажется слишком простым? Да, вообще отлично. Там вот так до хрена все. Ну, ты можешь резать его и резать, там все на хрена встань. А что они упростили-то? Ничего не упростили. Ну, ФРЦ убрали. Ну и хорошо. Это же камень преткновения для всех. Да, мне плевать вообще. У меня у Анжи был один на ФРЦ, там полтора ФРЦ. Я их никогда не делал с вами. Там, знаешь, иногда я вспомнил про ФРЦ, делал. Ну да. Они за Анжи мне были не нужны. Они вообще никому не нужны там. Они как Faint, там еще что-то. Какая фигня. Сложность ради сложности тебя не приличали, да? Ну, сложность. Ну, Байкен я играл. У нее были ФРЦ в каждой камбе и что. Ну, блин. Я когда тренил этот Jump Install, мне было сложнее, чем я делал ФРЦ у Байкен. Там, потому что как-то непривычно нажимать. Ну, не сложно. Все, как-то непривычно. Посмотрите, камбой вверх нажимать. Зачем тебе это надо, да? Между ударами нажимать вверх. А тут нажал удар, ну да, тебе надо еще три кнопки нажать вовремя. Как бы хорошо. Это сколько у ФРЦ средний? Блин, два фрейма, два-три фрейма, да? Это фигня же по сравнению со Street Fighter. Где, блин, линк на линк. И линк на линк. Смотри, если бы в Street Fighter все вот эти линки, по крайней мере, между нормалами, они как бы это запрограммированная сложность. Они знали, на что шли. Вот. Если бы в CFS не было однофреймовых линков, а самые сложные были двухфреймовые, по твоему мнению, это было бы хуже или лучше? Да плевать. У кого? Смотря кого. Ну вот. Допустим, вот сейчас есть такой чар, как Руфус. Насколько я знаю, у него БНБ комбо на земле, без метра, с однофреймовыми линками, как минимум одним. Если бы он был, допустим, трехфреймовым, а было бы куда больше доступен новичкам, это было бы хуже или лучше? Да, я думаю, больше бы Руфусов было, допустим, да. Но хуже не лучше. Какая разница, допустим, на Чамп? Если брать нормальный уровень игры, допустим, вот америкосовский уровень. Вот сколько я там не видел этих Руфусов, их же там до хрена. Они все делают эти фреймовые линки однофреймовые. Какая разница? Вот он умеет играть за чар, а он затренивал этот сраный линк. И он его делает. Он его больше не забудет никогда. Он его будет всегда делать, делать и делать. И как бы, да, поначалу просто сложнее влиться в это дело. Но когда ты тренишь этот линк, ты его не замечаешь уже потом. Ну да. Так же и заебуки тоже. Basic execution. По сути. То есть он кажется страшным, только пока ты его не затренивал. Да. Так же и ФРЦ. Это гораздо легче, чем однофреймовый линк. Потому что… Потому что они не однофреймовые. Да. И плюс все-таки ты, ну смотря какие, есть ФРЦ, которые ты должен ждать какое-то время, а потом нажать в один фрейм. То есть, допустим, пример это у Дизи, я помню, был довольно сложный ФРЦ после ледяного этого, сосульки. Потому что ты его делаешь, потом какое-то время ждешь, ты должен тогда нажать. А, допустим, байкин, что нет, татами ставишь, там почти сразу ФРЦ. То есть ты нажал татами, нажал ФРЦ и сделал. Или воздушный фрейм даст. Даст ФРЦ, даст ФРЦ, даст ФРЦ, даст ФРЦ, даст ФРЦ. Сложный не тем, что он однофреймовый. Насколько я помню, у нее же нижний слабый удар ногой. И он, в смысле, линкуется нижней слабой рукой. Там вроде бы тоже один фрейм линк. Но сделать его гораздо легче, чем после Цумуджи сделать линк в панч. Потому что Цумуджи ты ждешь какое-то время, ты там должен уже... Я не знаю, я очень сильно реагирую на звуки. То есть я, наверное, по звукам очень хорошо, ну, долго лучше ориентируюсь по звукам, да. То есть она там делает два удара, я слышал два хита попавшие и вот после этого делаешь линк. Вот это сложно. А если вот просто после удара идет ФРЦ, после удара идет линк. Ну, кстати, насчет звуков, извини, приру. Для SF4 на компе выходила недавно такая тулятина, где ты задавал комбу и он тебе выдавал щелчков таких с таймингом правильным для линков. Ты не смотрел ее? Не смотрел. Но я, кстати, я помню, я смотрел видео с Токидо. И он там рассказывал, как он что делает. И, как я понял, все линки он фигачит именно ориентируясь как бы на ритм, на звук. Он такой, надо делать вот так вот. Пом-пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом. Вот. Наверное, хорошая утилита по звукам-то. Просто единственное, что вот когда ты на чемпе играешь, эти звуки все, они тебе как бы во вред идут. Потому что ты привык, допустим, дома играть со звуками. А тут, допустим, плохие колонки, да, у тебя? Если есть. Если есть, вообще они. То есть я когда играю в Street Fighter без звука, это очень некомфортно для меня просто. Наверное, это всем так. Хотя, я не знаю, некоторым пофиг, наверное. Ну, я в гагатере играю дома даже без звука, потому что я понял уже, что все равно даже на хомфайте нормальный звук ты, скорее всего, не получишь. Ну, я помню, когда мы хомфайтили, мы всегда музыку включали громко. Включали все это дело. Ну, зяка будет или кто-нибудь будет говорить на чемпе и подавно. Так что лучше сразу без звука привыкать. Да. Лучше трениться вообще в какую-нибудь обстановку. Включиться какой-нибудь Death Metal, еще что-нибудь, чтобы тебе долбало по башке постоянно. А, записать звук чемпионата. Ржать каких-нибудь чуваков на задних планах. Стрим из аркад, где зрительный зал тоже снимает. Да, да. Он очень отвлекает звуки. Особенно, если ты привык делать линки или ТФРЦ на звук. Вот этого лучше не делать. Да. Так. Ну, слушай, уже почти полтора часа. Я еще, конечно, масса чего у тебя есть спросить. Но народ говорит, что они столько слушать не могут. Поэтому давай еще вот будет возможность с тобой побеседовать. А на пока тогда завершим. Ну, ок. Спасибо тебе за подкаст. Не за что. Ну, собственно, все. Играйте в ГГ и другие файтинги тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.